Здравствуйте, мои дорогие друзья, я Александр Пичуев и сегодня по просьбе подписчиков, как говорится, порча на смерть за пытки в тюрьме. Или порча на того, кто вас пытал, издевался, насиловал и так далее. Это из магии, больше как Кимбанда, можно Умбанда сказать, то есть африканский культ, но на Кубе тоже и Мексике практикуют эту область. Сантери, как говорится, но нужно понимать, что у порчи есть опасная сторона. Мы будем работать через целителя, курадор, это не демонология, но как бы похоже. Эшу-курадор, чаще он целитель, но он также и смерть дает, как говорится, как и любые целители могут и смерть сделать, и, как говорится, позитивная. День, естественно, выбираем любой, но перед этим, естественно, нужно понимать. Если вы не знаете, кто пытал, если кто в тюрьме там пытал кого-то там или в заключении, это необязательно. В этом ритуале у меня сработало необязательно. То есть человек всего пострадал, два человека всего пострадали. Один, насколько я помню, там что-то проткнуло ему насквозь, когда он ехал на машине ментовской своей, а второй более пострашнее было. Он просто повесился, вот. Ну, ладно. Но они говорили на суде, что они были не виноваты и ни при чем. Ну, понимаете, если было ни при чем, порча бы вас не достигла, да ведь? Вот, логично. Теперь, что нам понадобится для ритуала, чтобы, так сказать, отомстить этим людям, которые над вами издевались, пытали вас, возможно, насиловали, возможно, наносили вам какие-то увечья. Настигнет она тех, которые не те, которые обслуга, да, которые там выполняют приказы, а те, которые как раз сидят во главе, отдают приказ. Чаще их достигает это. Поэтому повешался тот, который как раз командовал в тюрьме. Ладно, не столь важно. Что нам понадобится? То есть тут влияние ИФО очень сильно, потому что Курадор работает с ИФО-системой легко. Что нам понадобится для ритуала? Это любой день. Ну, в принципе, можно и субботу, и Марс, да? То есть вторник или субботу выбрать. Вот, нам понадобится, в принципе, то есть мы рисуем данное понту рисканту, то есть печать, можно так своими словами сказать, да? Более каббалистическое влияние такое, ну, то есть демонологическое. Курадора. Курадор. Вот, Курадор. Как куры, да? Дор-кура. И вот, Курадор, в общем. Эшу Курадор еще его называют. То есть вы берете, наносите, можно мелом нанести или углем на зеленой темной ткани. Найдите какую-нибудь зеленую ткань, не которой вы ходите, а именно какая-нибудь ткань такая. Купите, допустим, там и нанесите мелом. Вот, или, как говорится, углем можно. Что нам понадобится? Темная зеленая свеча, естественно. Если, как говорится, нету большой, лучше большую, конечно, возьмите, которую смажьте маслом. Можно крапивным маслом, или можно ядовитым каким-то маслом, который к порче относится. Вот. Нам понадобится также, естественно, сигареты в дар ему тоже и бутылка рома. Темного, лучше бы, кашаса, ведь она называется. Вот. Но я не буду показывать, тут не реклама водки вот или спиртяги. Вот. Если нет, то можете водку заменить или коньяк с перцем. Вот. Можно красные перцы тоже ему в дар. Вот. Вы ночью делаете, естественно, лучше вечером начать, чтобы никто вам не мешал этот ритуал. А вот. Дары принести, мясо свиной, допустим, и так далее. Да. Ему в дар. Сигареты поджечь ему, обкурить, свечу зажечь. Если нет толстой свечи, можете 7 зеленых, темно-зеленых свечей найти. Их смазать тоже. Если нет ядовитого масла, можете оливковым смазать. Нам понадобится также кофе. Вот. Или кофейные зерна перемолотые. Вот. Которые мы тоже в дар ему даем. Вот. Это потом смешивается, естественно, и с крапивой. Крапива. Можно листья крапивы просто порвать, как говорится, и положить в блюдо, в чашу. Также нам понадобится лист, на котором мы написываем... Так, сейчас приближу. Карандашом наносим. Систему АДИ. Что мы уничтожаем человека жизнью. Лишаем его жизни. То есть, доводим до суицида или доводим до смерти. А у многих, конечно же, после этого ритуала могут пострадать родственники, дети, жены. Это уже нас не касается. Это значит, участники и те, которые терпели эти издевательства. И были в курсе этого. И ничего не сделали с этим. Но это похренистые, которым насрать на людей по-настоящему. Поэтому жалеть таких животных не надо. Вот. Нам понадобится также 7 кучек, которые вы откупаетесь, естественно. То есть, просите. Там можете кутье встать. Может, что-то еще на кладбище. 7 щепоток земель безымянных. Безымянных лучше могил. Можно с детских даже могил. Вот взять безымянных. 7 кучек земли. Но я показываю, я не делаю ритуал. То есть, мы это собираем. Потом нам блюдо белое понадобится или черное блюдо. Ну, тарелка. Мы ставим ее. Все это. Ингредиенты смешиваем. То есть, продукты ложим. Крапивку, допустим. Можно попкорн сюда добавить. Кукурузную крупу. Или, как говорится, добавить какие-то сладости. Мед, допустим. Вот. Вдар. Вот. То есть, кофе и ром у нас уже есть. То есть, ром и кофе есть. Можно кофе добавить. Посыпать зерен. Или зерен, да. То есть, миромертвых контакт создать. Дальше. Ядовитый дурман. Если есть, тоже можно протынить им. Дымить сигареты. У нас дымят. Вдар. Все мы сделали. Вот. Дальше что вы делаете? Вот этот состав. Крапива. Или есть дурман. Если есть дурман. Трава. Вы смешиваете с могильной землей. Естественно. И вот этим. То есть, сжигаете вот это. И сыпите в могильную землю. Добавляете, да. Если знаете имена врага. Если знаете, как его зовут. Кто он. И так далее. Можете добавить эти привязки. Смешать с могильной землей. Крапивой. И кофе молотым. Вот. Или дурманом. Да. Если есть. Вот. Дальше. Ром, естественно, вы предлагаете. Все эти дары предлагают. Сжигаете ему. Но вот эта составляющая. Вы делаете как бы обряд. Вот. Вы это смешали уже все. Это сожгли. Пепел с сужен. Что делаете следующее. На следующий день. Дарейте. У вас все оставляют. Свечи горят. Допустим. Семь дней. Если семь свечей у вас. То семь дней зажигайте. Просите уничтожить врага. Который мучил. Такого-то. Такого-то. Вот. То есть своими словами. Если, как говорится. У вас нет семь свечей. То темную зеленую свечу. Жгете семь дней. Зажигайте. Тушите. Зажигайте. Тушите. Но не задув. А именно. Пальцами. Или чем-то. Туша. Вот. Надеюсь. Не сложно. Объясняю. Вот. Дальше. Ну я примерно говорю. Как я делал. Ну естественно. Я все не буду рассказывать. Секреты слишком. Потом. Что вы делаете. На следующий день. Вот эта земля могильная. Смешанная. С кофе нашим. Там допустим. Да. И вот этим листком. Сженым. И привязками врага. Если нет привязок. Ничего страшного. Главное. Думайте. И направляйте цель. Курадор. Помоги мне. И осправь. На того. Месть. И болезни. И смерть. Как говорится. Кто мучил в тюрьме человека. Такого-то. Такого-то. Он вычислил. Не беспокойтесь. У меня вычислил. Теперь человек на том свете отдыхает. Вот. Что мы делаем. Мы берем вот это. То. Что смешали. С этим листком. И привязками. Если есть врага. То есть. Нету. Вы идете к тюрьме. Или идете к ментовке. Где находится она у вас. Лучше вечером. Конечно. Вас не усекли. И вы туда вот это высыпаете. То есть. Вы направляете. Духа этого. Эшуа. Курадор. Чтобы он туда приперся. И начал разыскивать. Жертву. Разыскивать человека. Который пытки эти делал. Понимаете. Может насильник. Может убийца какой. Он к тюрьме. Или. Как говорится. Если есть где-то тюрьма. Найдите ее. Если есть где-то ментовка. У вас там. Полиция. Как говорится. Участок. Туда высыпаете. Незаметно. Где-нибудь там с краю. С угла. Как говорится. Все это оставляете. Естественно. Вот. И все. То что вот свеча. Потом 7 дней. Дожгли ее. Вы это все. Просто. Относите. На перекресток. Или в лес. На перекресток. Или в парк. На перекресток. С ромом. Вот. И так далее. Да. То есть. С продуктами. Которые вы в дар принесли. Там. Мясо свиное. Крупа какая-то. Допустим. Да. Кукурузная. Вот. Мед. И так далее. Да. Или перцы. Там еще были. Допустим. То есть. Вы это отдаете. Потом это стираете. И все. В принципе. Ничего такого сложного. Нет. Вот. Естественно. Благодарите его. Там в конце. Когда это все сделали. В принципе. Ничего сложного. Надеюсь. Все понимают. Все. Все. Не глухие. Не слепые. Все. Поняли. Всем удачи. Ускоряйся. С вами был Александр Чувствов. Делайте подписывайтесь на канал. Будет много чего интересного. Комментируйте. Задайте вопросы. И. Как говорится. Прах им прах. Да.